Это моя лапочка. Все. Молодец. Умничка. Все. Смелой Рыбье всего 6 лет. Сегодня она пришла на вакцинацию вместе с мамой и младшей сестрой. У девочки это очередные плановые прививки. Все процедуры сестренки проходят без страха. Тебе не страшно было? Нет. Тем более, что тебе кольфе откуда-то. За то, что она не боится. Мама девочек Ася Ильиева отмечает. Ее дети проходят медосмотры планово и получают прививки по национальному календарю. Она надеется, что благодаря такому подходу она сможет защитить своих детей от опасных болезней. От того, что я делала, прививки хуже мне не было. Наоборот, мне кажется, иммунитет девочек лучше. Меня нормально переносили. Хотя медсестра предупреждала, обычно температурить будут. Вот это то. Ну, оно мясо. Ни температуры не было. Нормально переносили. Вместе с мамой и младшим братом на иммунизацию пришли и школьницы Робья и София Сампиевы. У старшей сестры был медотвод до 7 лет. Сейчас же девочка полностью вылечилась. И теперь врачи дают разрешение на прививку всем троим. Мы были маленькими. Нам сначала нельзя было делать прививки до 7. А вот мы уже выросли, нам уже можно делать прививки. А ты знаешь, что такое прививки? Страшно? Мне не страшно, потому что прививки – это когда ты будешь здоровым и не будешь болеть. В поликлинике Карабулака сегодня многолюдно. Многие родители, которые ранее отказывались от вакцинации, пересмотрели свою точку зрения. При распространении полиомиелита в группе риска находятся непривитые дети, прежде всего младшего возраста. На участке педиатра Людмилы Саутиевой 453 ребенка подлежат вакцинации. Каждому пациенту, по словам врача, индивидуальный подход, учитывая, когда и чем был привит ребенок ранее. Сначала просмотрели все, естественно, карты, кто подлежит какой вакцинации. Есть дети, которые подлежат живой вакцине, то есть там уже идет ревакцинация, полиомиелит, ОПВ-капельки, как мы говорим, розовенькие такие. Есть инактивированная, то есть убитая. Ее можно ставить как в виде пентоксима, то есть мы тоже смотрим непосредственно индивидуально. То есть если кому-то подлежит ревакцинация именно в пентоксим в ходе дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, то есть мы прививаем либо ей, либо отдельно инактивированный, где в ходе полиомиелита и мавакс полио. Подлежат у меня дети ОПВ-135 человек и 215 человек подлежат ИПВ, то есть инактивированной вакцине. Привить должны всех от трех месяцев до 10 лет включительно, за исключением тех, у кого есть медотвод. Дети, которые получили живую вакцину при тесном контакте, могут заразить непривитых, поэтому сейчас крайне важно разобщить детей. Привитые дети будут ходить в садики, в школу. Те дети, которые не привиты, они не будут посещать детские сады и школы или их нужно разобщать. Обязательно, согласно санитарных правил, нужно разобщать привитых детей от непривитых на срок в течение 60 дней. В школах, наверное, дети будут отправлять на дистанционное обучение и непривитых детей принимать в садики, в школу не будут. Иммунизация по полиомиелиту пройдет в Ингушетии в два этапа. Первый из которых уже стартовал. Он закончится 5 марта. Второй этап будет проходить с 3 по 9 апреля. Зарима Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.